Приветствую всех зрителей! С вами Мэрилден! И сегодня мы продолжаем проходить игру по названию Лаид. И давайте же загрузим наше последнее сохранение. А закончим мы о том, что провели беседу с сестрой Кейта, Рэйчел. И сейчас они будут отправиться в штаб-квартиру полицейских, которая находится вот здесь. Ну что ж, поговорим с ними. Многоточие. Эй, что ты читаешь? Что там написано? Ты еще не умеешь читать? Нет, я пытаюсь, но я не могу прочесть ни слова. Вижу. Но учителя немного. Как говорится, учение свет, а не учение тьма. Поэтому давай, учи нас! Конечно! Давай посмотрим. Хм... Это город. Эм... Город? Верно. А это... Любовная ягода. Так. Любовная ягода? Верно. Хорошо. Это вампир. Вампир! Все верно. Поздравляю. Вы прошли гай по-русскому языку. Ура! Каждый раз, когда тебя что-нибудь интересует, сразу же узнай об этом. Более вероятно, что запомнишь что-либо, если делать что-то сам, а не с помощью других. И возьми это. Награда за твои старания. Конфета! Спасибо! Ну что ж, мы прошли веселый тест, поговорим с этим чуваком. Хм... Ты сейчас... Само по себе. Ага! Понял. Может, я мой взял для тебя? По чему ты спрашиваешь? Люди-дарконы, сотрудничество вместе. Очень редкий случай. Хм... Как много ты знаешь о драконах? Не знаю. То есть, я не так много знаю о себе? Понял. Тогда я расскажу тебе то, что знаю сам. А? Нас снова ждать рассказик. Рога и крылья! Ты можешь свободно показать их? Ну... Я могу. Это высочает меня. И довольно неопределённой формы. А значит, всё ещё неустойчивое. Здесь не требуется ничего, кроме обычного применения силы. Но... Всё это значит, что ты дракон. Спасибо, Кэп. Мы это уже и так поняли. Перестань делать такое лицо. Солнце прям вкусно. Ешь всё. Я не против. Хм... У вас, ребята, действительно хороший пирог. Пирог от полицейских. Прямо название. Нового кулинарного рецепта. Многоточие. Есть множество разных видов драконов. И применения драконов, подобных мне. И ты. Я им ложь! И честный вкус! Но если ты не ложь, то я не утолю голод. Почему так? Значит, это ещё один уникальный драконов. Конечно, драконы всегда рождаются. По особой причине. О! Значит, мы особенные. Приятно знать. Попытаемся выяснить, кто мы на самом деле. До сих пор не знаем. Много ли драконов? Да. Распоряжение полиции, их несколько десятков. Приличное число. Правда? Ммм... Верно. Мы защищаем их. Защищаете? Как я и сказал прежде, драконы-люди крайне редко живут вместе. Наша полиция одна из тех, что сотрудничает с людьми. Но я не сильно верю людям. Так и потому, что мы знаем, что у них шанс того, что драконница появится перед человеком. Но затем яйца порноют как украшение. Или как рабов. И многие украденные. Какое живодерство. Рабы? Украшение? Заводит работу на себя. Долго обращается с тобой. Понимаешь все это? Когда я родился, я был заперед кулетки, ради забав окружающих. Бедняжка. Наша эфи ошарашена. Но капитан спас меня. После этого он позволил мне стать вице-капитаном. Мы также спасаем тех драконов, с которыми как и с Бреттом ужасно обращались. Почему люди так выступают с драконами? Ммм... Из-за редкости. Но мы драконы и сами точно не знаем причину. Но редкость среди драконов, которые, как и ты, верят людям. И работают с ними. Хотя, конечно, я считаю бы человеком, которому можно доверять. Брет. Хотя, если ты веришь в него, это Бальдо Ленхарт. Мы не будем вмешиваться. Но я бы советовала бы тебе готовность ко всему, когда работаешь с человеком. То есть пытаться не терпеть издевки? Да, но... Здесь все в отличии продолжительности жизни. Драконы, долгожители. Поэтому, вероятно, он умрет раньше тебя. Я испытал такое на себе. Смерть завсегда тяжело. Ну, если когда-нибудь ты останешься совсем одна, то приходи к нам. Мы сразу же будем защищать тебя вместо него. Поняла. Извинись из-за этого. Чувствую себя одиноко. Это скоро пройдет. До тех пор, цени каждый день, каждую минуту с тем, кем дорожишь. Хорошо, я ценю папу. Кстати, то, что ты сказал. Телебальд Лайнсапт. Или как-то так. Это настоящее имя папы? Табальдо Ленхарт. Неужели никогда? Не говорю тебе настоящее имя. Табальдо Ленхарт. Какое жалкое имя. Спасибо. Прекрасный комментарий. К имени своего отца. Ну, извини, что проболтался. Надейте нашу поддержку. Папа. Хм. Он заставит его называть его отцом? Ну, вряд ли. Эфи правда считает его своим папочкой. Ага. А вот он. Явился и запылился. Так вот, куда пошла. Коротышка. Лео. Зачем повеселилась? И с каким заметки? Эм, ну, я сделала это, и это, и бла-бла-бла. Хм. Понял. Я сделала редко в этом фото. И об остальном. Интересно, сработает ли им? Что мы теперь сделаем? Поговорим с этим лжецом. Пошли. Эй, Лео. Что? Я тебе нравлюсь? Вау, какие вопросики. Назови три вещи, которые я люблю. Эм, деньги, пиво и женщины. Верно. Я женщина. Нет, ты просто ребёнок. Значит, ты ненавидишь меня? Ага. Терпеть не могу. Какие милые семейные отношения. Что? Дура. Если бы тебя не видел, то не тыскал бы повсюду собой. Не думаешь? Значит, ты меня любишь. Просто врал, ты ненавидишь. Я тоже тебя люблю. Ох, божечки. Ну, это тоже была ложь. Что именно? Противоположность лжи. Относительно не лжи. Сайт позади лжи не лжи. Вот это комбинация. Противоположность не лжи. А? Пошли. Ну что ж, нам нужно поговорить с этим лжецом. И, как понимает, имел ввиду нашего дорогого Кейта. Ну что ж, здравствуй, Кейт. Давай затем с тобой интересную беседу. Ох, извиняюсь. Уже темнеет, и меня клонит сон. Я бы хотел немного поговорить. Сейчас удобно? Ох, да, хоть мой мозг может соображать медленно. Как пожелаешь, детектив. Детектив? Лемоша? Чуть не раскрыл всю правду. Эх, эфи, эфи. Хорошо. Тогда повторим и том, что сказал мне сегодня. Кроме того, не могу бы ты сказать, что случилось после этого, как ты услышал крик. Ээээ. Прошлой ночью я читал. И затем сотримал. Я услышал крик, и... Я услышал крик, который разбудил меня. Затем... Я закрыл входную дверь. И никогда не был снаружи. Было бы опасно, если бы волк пробрался внутрь. И тут четыре лжи. Ты говорил ложь. Многоточие. Я объясню позже. Мы с этим разберемся. Пахнет ложью. Но я не знаю. Если не уверена, то примем ли записи. И вспомни, что услышала. Почему ты никогда не говоришь ей ответ? Когда знаешь его, Лео? Если скажу тебе, то ты так не прогрессируешь. От своего идиотизма. Логично. Я постараюсь. Ну, хорошо. Четыре лжи. Но что-то из них правда. Я запер входную дверь. Что же, это ложь или правда? Ну, пускай будет ложь. Попробуем ее убить. Такс. Тыщ. И тыщ. Побеждена. Ложь. Убита. Ужас. Это правда. О-оу. Мы, кажется, ошиблись. Волк. Опасен. Ну, пускай тоже это будет ложь. Почему бы и нет? Так. Мы убиваем ложь. Мочим, мочим, мочим. Так. Что же это у нас было? А вот это действительно была ложь. Кто-то у нас такой. Я просто уснул. Правда ли ложь? Даже не знаю, что сказать. Ну, пускай будет правдой. А ты что нам скажешь? Я вообще никогда не выходил. Ну, думаю, это маловероятно. Поэтому, скорее всего, это ложь все-таки. И тебя мы тоже бьем. Маленькое отродье. Ну-с. Ага! Это все-таки была ложь. Ну что, чувак? Признавайся. Прошлой ночью твоя сестра видела, как ты уходил из дома, Кейт. Ты говоришь, что сестра? Она тихая и резко говорит. Но она говорится за девочкой. Понимаю. Кроме того, такое чувство, что ты приказала не разговаривать и никуда не выходить. Плюс ко всему, вокруг города нет ни одного животного. Потому что здесь нет волков. Не так ли? Тогда почему? Многоточие. Так и снаружи опасно. Особенно, когда в городе... Незнакомцы... Хм... А что ты не видел? Кто напал тогда? Я не хочу, чтобы она видела это. Не хочу говорить ей об этом. Тогда начнут легенды. Ты сказал, что не знаешь о ней. Но в книге-билитеке была информация о ампирах. Дневник, полагаю. Автор. Джерик Фаер. Несомненно, твой родственник. В дополнение... Это фото. Здесь ты и твоя сестра. Ваши имена написаны позади. Многоточие. Очевидно. Ты же сказал сестре, что записи о прошлом не осталось. Да. На самом деле это имя моего отца. Так, легенда. Это правда. Несомненно. Мы потомки этой семьи. И... Разве не должны покинуть этот город? Как можно скорее? Ты что, нам угрожаешь? А? Что ты, Мишвы? Многоточие. О-о-о-о-о. Музыка пропала. И стемнела. Потому что сегодняшняя ночь покрыта мраком. Эфи! Что случилось? Где он? Лео! Кажется, Лео ранен. Всего стекает кровушка. То же... Самое, что с этой девочкой информатором. Куда он ушел? Я видела, как он был скрыт наружу. Он был очень быстрым. Я не могла поймать его. Нет. Все в порядке. Нужно следовать за ним. Полицейские подошли. Но перья могут быть в опасности. Так, ну можно выйти. Ну что ж, уходим. А? Замок сломан. О-оу. Попались. Глядят крепким. Что за... Кажется, он раньше такое делал, а? Эй. Подолжи-ка. А? Мои украшения? И за сколько трудно было разглядеть это? Блин. Все липкое. Значит, Лео не ранен. Значит, его просто любовную ягоду метнули. Боже! Когда мы доберемся на следующего города, я куплю себе другое. Хорошо. Если капитан столкнулся с перьями, то я был бы спокоен. Но... Интересно. Есть и другой выход. Так, а мне уже писали о другом выходе. Для начала мне посоветовали почитать книжки в этом доме. Книга. Внутри закладка. Вот что он читал. Как убить вампиров. Подкнуть кол в сердце. И отрезать голову. Думаю, это та книга, которая читал Кейт. Что все это значит? Может быть, что-то и в ее комнате есть? Посмотрим, посмотрим. Тут книжечек очень много. Толстая книга. Так, а что это у нас такое? Книга. Внутри закладка. Многоточие. Это тоже книга о вампирах. Вампиры слабы к солнечному свету. Это правда? Кажется, для них это болезненно. Болезненно. Ну, погоди. Когда первое я его встретил? Он был на улице. Значит, он не вампир? Что за лжец? Если вам предложение верно, то значит, его сестра вампир. С его сестрой. Рэйчел. Все в порядке? Эм. Он сказал не покидать комнату. Когда в городе не знакомцы. И она никогда не уходила. Думаю, она должна спросить у нее кое-что. Так, идемте как Рэйчел. Что же она нам расскажет? Рэйчел. Заперто. Не надо. Ты запугаешь Рэйчел. Рэйчел. Эй. Я хочу поговорить. Плохо. Она спит. У нас всегда много времени. О. И ложь появилась. Все переполна ложью. Больше нельзя держать ее. Потоки лжи? Когда ты гнете ложью, вещи становятся докучающими. Если все переполна ложью, я уменьшу ее. Я съем ложь. Ну, флаг тебе в руки. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ты умрёшь, то я... Слушай, просто заткнись и следуй за мной Эх, Лео, Лео Эта девочка так переживает за тебя А ты... Раздолбай Насчёт этого... Я буду защищать тебя Многоточие Эм... Что это за звуки? Не очень приятный на слух Что это за шум? Опа-на! Это беспорядок! Не успокойся Вы пытаетесь избегать его Да, мне говорят, что он ещё с ним не встречался Потому что он крайне сильный Мне, кстати, сразу после того, как мы найдём ключ Пойди сюда Открыть эту комнату Которая ранее была закрыта Открыта Боже мой Что это? Беспорядок Да мы поняли Это же разорванные Плюшевые зайцы Что здесь происходило? Так, с этим мы не можем потрогать Шкафчик В ровные листы Из той книги С каждым поколением Вамперская кровь в нашей семье Всё слабее и слабее Но... Есть маленькая вероятность быть Рождённым С густой вамперской кровью Неустойчивый Контроль над силами И не могут нападать на людей И, сознавая того С родом существуют С людьми Таким образом После переста в город Было установлено правило Устранять Таких детей У нас родилось двое И у одного ребёнка Большая концентрация В вампирской крови Пока силы Еще не пробудились Это ненадолго Но я не могу поднять руку На собственного ребёнка Моя жена Погибла при роду Второго ребёнка Поэтому Я больше не хочу Никого терять Завтра И проведу переговоры С городскими жителями Сегодняшняя ночь Покрыта мраком Интересно Интересно Так В одном ребёнке Пробудился вампир Но с другим Всё в порядке Тогда лишь один Из потомков Вампир То есть Один из них Не пьёт кровь С другой стороны Один из них Пьёт кровь Чтобы выжить Наверное На все предыдущие Жители И животных напали Многоточие Опа-на Дракончик Что ты забыл А? Приказ капитана Я здесь Что спаси вас А? Откуда вы пришли Господин? Я Призрачный дракон Это позволит мне игнорировать Физические препятствия Занимательная способность Эй Вице-капитан В этом особняке Должна быть девочка Есть предложение о ней Девочка? Это последняя комната Которую проверял И нашёл Только вас двоих Значит Рэйчел Нет в доме Рэйчел Здесь нет? Где капитан? Он эвакуировал Информатора И её помощника И затем Вышёл по тролюме Снаружи Звучит опасно Эй Чё ты бормочешь? Скорее Вытащи на сосуды Затем я хочу Чтобы ты охранял Информатора И что означают Твои приказы? Господин Брэд Пожалуйста Ещё один раз Лучше поймайте его Итак Мы вышли на улицу Но боже Что мой Что за кошмар Здесь творится? Везде ложь и беспорядок Мы выбрались Послушай Это не значит Что я дам тебе Свою руку Я слежу к информатору И проведу капитана Спасибо Ты действительно Так помогаешь Это случайный беспорядок Лучше истины Но это что плохих Неясных чувств Мы должны Разобраться с этим И побыстрее Многоточие Охо-хо-хо-хо К нам летит Кажется Беспорядок Нам нужно Это Всё аккуратненько Обойти И направляться К тупику Потому что Как вы не сказали Это наслаждает Финальная битва Ну что ж Вот и он Кажется Тут лежит чей-то труп Так Давайте-ка Сохранимся А то мало ли Это Почти масляная Я могу поджечь Это На секунду Поджигай Синие волосы Это капитан Капитан Он мёртв Кто-то снова умер Глянь Он Нет Я не Господин капитан Он устал? What the hell? А У него из башки торчит нож Что происходит? Это ощущение Похоже Я умер Утро капитан Кровь не выпили? Хм Они сказали Драконе кровь Не очень вкусная Приятно знать Ам Господин капитан Вы призрак? Дух? Зомби? Я неуязвимый дракон Я бессмертен Вот это да Неуязвимый Этот парень Не может умереть Бей его Жарь Добавь врагу Не может умереть Ну только что Жил Поэтому сомневаюсь Что много может сделать Да Ты прав Одним из нападающих Была девочка Меня зацелил врасплох А дальше Ну ты сам видишь После этого Он побежал дальше Затем внезапно Исчезал из вида А затем Пришел другой Остальное оставь нам Но Начиная с этого момента Мы специалисты по делу Видишь ли Позволь мне немного отдохнуть И что случится То я тут же приду Многоточие Он так просто заснул При том что нож Все еще вотнул Тело Да Пофигизм 80 левела По шлейфе Так И мне кажется Сейчас как раз таки И будет финальная битва О которой мне уже говорили И не подсказали Что если мы проиграем То получим плохой конец А если выиграем Хороший Ну что проиграть Нам не хотим взять плохое оружие в руки Поэтому Давайте-ка зайдем нашим чувакам Какое-нибудь старье Так Ножик Вместо легендарного ножа Лайфи обычная Обычную печенюшку Так Теперь мы сохранимся И смело Направимся вперед О А нас уже ждут Раз сна Увидеть тебя В конце концов Ты так и не покинул город Ну Не говори Что я Не предупреждал тебя Не жалуйся Если я убью тебя И выпью всю кровь Вопрос первый Ты вампир? Верно Я вампир Что это за звуки? А? Ты напала женщину Прошлой ночью? Да Я Я Хватит лжи И ввиду Пожалуйста Я в первую среду Две утром Когда солнце Еще не высоко Взошло А саша Из чайника И с желтым чуланем Возле кухни Ввиду этого Только один потомок Наследовал Вампирскую кровь Ложь? Я не лгу Лжет Лжет Это я Напал на нее Прошлой ночью И выпил ее кровь Тебя проглотят Парень Это я напал На городских жителей И на отца Это все я Рэйчел Ничего не делала Боже мой Что с ним происходит? Что там творится Ваша мать? Похоже Он сам стал Самой настоящей ложью Етить Кладрить Не отвечай на вопросы Которые я не задавал Эфи А? Нет Она слишком большая Слишком грустная Не хочу Ты дождешься Пока он не будет поглощен ложью? И этого я не хочу Может тебе нужно сделать Только ты Можешь это сделать Потому что я тоже лжец Многоточие Съешь все И он больше никогда Не скажет эту ложь Эфи о раздумьях Я сделаю это Что ж Ну это финальная битва Которую мы проиграем Ведь у нас Плохое оружие в руках Ну что ж Давайте посмотрим На плохую концовку Мы проиграли Эфи Эфи Он убил Лео 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 Беги Почему Во Он разрастается Что Капитан Он проснулся Он проснулся Господин капитан Во Ах Так мы атаки бесполезны Отступаем Сейчас же Но Лео Все в порядке Я все равно бесполезен Ты уверен Да Мисс Нет Погоди Позже Везет капитан Эфина Вернуть к Лео Но Лео Потомка папира И след простыл Сон никогда их И не было Многоточие Ты в порядке? Капитан скоро придет Да Я только что услышал Но он сообщил Что увидел его В другом городе Так значит Да Папа Эх Бедная Эфина Осталась Без Лео Это плохой финал Ну что ж Не так же завершать историю Поэтому вперед Получать хэппи-энд Ну что ж Дверем полностью здоровы И у нас в руках Мощное оружие Начнется Эпик батл И убили мы Весьма быстро Как вы могли заметить Хиленьким оказался босс Ну да неважно Давай эфи Покажи свою геройскую силу Я съем Я съем все Ради тебя Кушай Жуй Многоточие Рэйчел Похоже это флэшбэк Красные глазки Вампиреныш Как я вижу Отец все время держал это в тайне Хе-хе Интересно вам для вампиры Обойтись кровью животных Хм Потому что у меня течет И человеческая кровь конечно Рэйчел Нападала ли ты На кого ты прошу ночью Прошу ночью Я спала Да я спала Верно Она лжет Если так то не важно Я имею ввиду что волк уже Пробрался в город Будь осторожна Рэйчел Многоточие Брат Если бы не задушил тебя И иногда почувствовал Что-то странное Нифигово такое изменение Все жители покинули город После того случая Сону спасаясь Мы переохотились на всех животных Вокруг города Само по себе Моя кровь не может пробудиться Осталось так мало Что мне делать Люди Путешественники И зремал ночью Рэйчел Вышла наружу Не уследил за ней Когда я вошел Я нашел Рэйчел спящую В человеческой В человеческой крови Ну похоже Все вернулось На круги своя С каких пор ты знаешь Что я лгал Хм С того момента Когда я солгал что этот актив Я просил тебя Пусть ко всему У тебя есть привычка Улыбаться Когда ты лжешь Тебе стоит быть осторожнее С такими привычками Хм Знаешь Кажется я больше Присочитаю Когда ты действуешь И принужденно Как и сейчас Эх Меня урочит И занку от этого Но разгадка Была на виду Так ты Ты прав Наверное хотел Чтобы меня кто-нибудь Остановил Я знаю что это всего лишь Мой эгоизм Я и мой отец Опроверили это правило И не могли ей пальцем Тронут Рэйчел Но если присмотреться Я полагаю Для этого правила Была веская причина Многоточие Так или иначе Ты должен искупить свою вину Этот город стал Таким пустым Подум над этим Ты немного Наспятан кровью Я могу дожить тебе свою одежду Если хочешь Нет Мы хотим уйти отсюда До того Как эти ребята проснуться Я пошла помочь им Но меня избили И капитан Упал в обморок Какого черта Не пугай меня И нет Копечения У Левенов именал В любом случае Что он мне уйду Мир никогда об этом не узнает Нам пора идти Хочу спать На сон уйти По тому пути Если не нравится Я соль тебе здесь Эй Меня все устраивает Хм Позаботься тебе До свидания И мы покидаем город Эй Понеси меня на спине Многоточие Извини Камень, ножницы, бумага Ведь победишь Да-да-да Поняла Начнем Камень Бумага Йо-хо Мы выиграли Лев будет нас исти Ну что ж Похоже это И есть финал игры Лаид Как я уже говорил В самом начале Это только первая игра В данной серии Существует еще три игрушки Но к сожалению Все они Пока что на английском языке Так что будем ждать перевода И потом мы их тоже Обязательно пройдем Хм Вот только вы глядите Сцена после титров Давайте же почитаем Эй Куда мы пойдем дальше Хм Куда-нибудь Такуда Недалеко идти Куда-нибудь Немного веселья И игр В какое-нибудь Крутое место Хм Эй Лео Когда я стану умнее Я смогу съесть И твою ложь Наверное прежде всего Если цель Средоточиться На чтении Хе-хе Почему так счастливо Какая милота Продолжение следует Да Продолжение у этой игрушки Есть Ну что ж Мы оказались В какой-то странной комнате И похоже Это Бонусная комната Ну что ж Прочтем Лео Возраст Восстатые года Рост Семьдесят сантиметров Сусомности ложь Нравится пиво Деньги И женщины Мне нравятся неприятности Мошенник Режет как дышит Он имеет внешность Имя в каждом городе Ифина Возраст Два месяца Два месяца Какая малявка На вид 4 года Рост 96 сантиметров Способности Пожирать лжи Нравится папа и сладости Мне нравятся чтения Девочка-дракон Которая питается ложью Энергичная Лебознательная Не особо Собразительная Гейтрикфайр Позраст 17 лет Рост 67 сантиметров Способности готовка И уборка Нравится семья Мне нравятся фильмы ужасов Парень, живущий в яркой красном городе Скромно живет со своей младшей сестрой Рэйчел Он много тоскует По внешнему миру Рэйчел Возраст 9 лет Рост 34 сантиметра Способности бег Нравится семья Клюшевые зверушки И разговоры Мне нравятся гроза И страшные люди Девочка, живущая в яркой красном городе Как потом в семье вампиров Парень имеет склонность к себе предков Любит поболтать Кэрол Возраст 26 лет Рост 161 сантиметр Способности Боевое искусство Нравятся милые вещи И любовные ягоды Мне не нравятся грубые ошибки Информатор шляпе Милые дети Любовные ягоды И любимые вещи И все временные товарищи Или безумцы приезжают Кто надает им венка Розали Возраст 19 лет Рост 158 сантиметров Способности Игра на пианино Нравятся забавные вещи Мне нравится учеба Крылатая Девушка-информатор Дочь Изнарис Сократа Я не желаю носить его имени Она забежала из дома С Левином Левин Он же 28 лет Рост 72 сантиметра Способности Пение Нравятся работы и деньги Мне нравятся Опаздывающие люди Дворецкий Сопровождающий Розали Он премьерически тайно Сообщает родителям Розали О ее планах Она им вечно помыкает Нил Возраст Около 100 лет Старичок, однако Она видит около 30 Рост почти 2 метра Вот это да Способность Неуязвимость Нравится мир Люди и драконы Мне нравится зло Неуязвимый дракон Сужен капитаном полиции Постоян занимает Своё сладкое время Брэд Около 17 лет На вид столько же Рост 166 метров Способность Проходить сквозь предметы Нравятся драконы и чтения Мне не нравятся люди Молодой, субличный дракон Вице-капитан полиции Добрый драконом Но ненавидит людей Во время работы Всегда в курсе событий Прекрасная биография Что у нас тут есть Ещё интересного? Посмотрим, похоже Мы не можем никак выйти Печалька, печалька Что у нас тут ещё есть? Книжечка Что это? Похоже, это музыка Из всей игры Ясненько, ясненько Такс Что это у нас такое? Ну ясненько Это все видеозаписи Которые мы видели Во время прохождения А также все Картинки Думаю, их мы просматривать не будем Ведь мы их и так уже видели Ну что ж, похоже Это и есть конец Мы полностью завершили Прохождение данной игрушки Поэтому всем Субтитры сделал просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Не лките друг к другу Всем счастья и добра До свидания До свидания